Всем привет! Меня зовут Екатерина Миголь. Вы смотрите второй выпуск программы «Югорские понты». Сегодня я познакомлю вас с командой «Свидетели ковидовы». И вы увидите, как стоматолог и анестезисты участвуют в понтомимических играх. А еще вы можете получить приз, если отгадаете, что показывают ребята. Поехали! Знакомьтесь, команда работающей молодежи – «Свидетели ковидовы». Да-да, ковидовы вы не ослышались. Ирина. Екатерина. Наталья. И капитан Эмиль. Изначально команда носила название «Слабоумие и отвага». Но так как все игроки работают в системе здравоохранения, ребята решили обновиться. Расскажите, пожалуйста, почему сейчас у вашей команды такое название, в которое я постоянно неправильно делаю дарение? Ну, наверное, это название могло быть применено сейчас повсеместно. Да, мы все свидетели этого заболевания. Но оно пришло, наверное, потому, что наша команда вся работает в учреждениях здравоохранения. В разных. Но, тем не менее, может быть, мы чуть чаще встречаемся с данным контингентом людей. Но и чтобы в этом названии был позитив, потому что не должно быть негатива при такой тяжелой ситуации. Поэтому мы ее взяли за основу, переставили ударение, и вот таким образом случилась эта команда. В турнире по пантемимическим играм для учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска свидетели ковидовы участвуют первый год. Но команда уже успела полюбиться и ведущей, и жюри турнира. Да вы сами посмотрите на них. Вы как-то готовитесь, тренируетесь перед играми? Ну, мы особо не готовимся. Я первую информацию отправляю команде, говорю, проиграем, расформируем. В конкурсе «Блиц Алфавит» один игрок из команды показывает простые существительные при помощи жестов и мимики. Остальные участники должны отгадать то самое заветное слово. Буква «Ха», «Ха-ха», «Ха-ха». Готовы? Наталья, время. Поехали! Халва. Нет. Хлеб. Нет. Хлебница. Не подсказывай, не подсказывай. Это был хачпури. Хачпури. Храп. Храп есть. Холод. Холод есть. Хват. Хищник. Хищник. Хищник, халва. Халва теперь та самая халва, да. Молодцы. Хлопушка. Хлопушка есть. Без звуков, без звуков. Хохот. Хохот есть. Давай. Голоди. Давай. Ба-а-а-а-а! И... Харёк! Харёк, который хамилёк! Переходим ко второму конкурсу. Губы-зубы. Участник должен прочитать предложение, а его команда понять и повторить все слова. Ведь делает он это загубником во рту. А это, ох, как нелегко, поверьте. Свидетели ковидовые конкурс зубы-губы. Поехали! Ханты, манси и лесные немцы коренные малочисленные народы Севера. Ханты, манси... И лесные... И лесные немцы коренные малочисленные народы Севера. Есть. Урочище. Варсово-Гора. Урочище Ламсова-Гора? Варсова-Гора. Природно-археологический парк к заводу от Сургута. Есть! Главная специализация нашего округа добыча нефти. Главная специализация нашего округа добыча нефти. Есть! Брусника, клюква, морожка, голубика и княженика, уникальные ягоды ягод. Брусника, морожка, ежевика, глика, ежевика, голубика. Короче, все напутали, все напутали. Кыш! Аплодисменты команде свидетелей Харидовой. Расскажу про капитана. Эмиль Байзаков работает, внимание, медбратом-анестезистом. В этом году Эмиль участвовал в чемпионате игры по бодибилдингу и фитнесу и занял третье место в категории «Пляжный бодибилдинг». Если что, женат. Игра нашего капитана, она, по-моему, радует и наповал сражает всех участников этой игры. В этот момент хочется так посмотреть, как капитан реагирует. Капитанский конкурс. В этот раз лидерам команд предстояло показать фильмы или мультфильмы определенной категории. И сделать это нужно было в маске, но чтобы жизнь малиной не казалась. Итак, аплодисменты. Команда свидетелей Харидовой. Ваша категория. Супер-геройские фильмы. Ай-яй, ребята, 40 секунд. Вперед. Человек-паук. Человек-паук есть. Тор. Еще. Халк. Человек-гора. Еще. Халк. Ну вот он вам показывает. И это все. И они все. Дальше, дальше. Дальше. Это были «Мстители». «Мстители». Без звуков. Супермен. Нет, не «Супермен». Они не смотрели супергеройские фильмы, е-мое. «Железный человек». Спасибо, зал. Без звуков. И вы, каратенечко, просмотрели сюжет фильма. «Отряд самоубийц». Да. Аплодисменты команде «Свидетели Ковидовым». Стоматолог, экономист, медсестра-анестезист и медбрат-анестезист на сцене показывают Шварценеггера, рисуют «Медузу» и рассказывают о югре с загубником во рту. Как говорят сами «Свидетели Ковидовы», на пантемимических играх они словно попадают в другое измерение. Почему вы вообще начали играть в пантемимические игры и продолжили? Кто-то же приходит, пробует и говорит «Это не мое». А вы остались. Ну, я ранее видела, что отмечают в сторис данные игры. Меня это заинтересовало, но не было команды и, ну, может быть, случая подходящего. Но раз пригласили, я думаю, что отказываться, наверное, не стоит. Стоит попробовать. На самом деле достаточно сложно, сложно себя где-то перебороть все равно. Какое-то стеснение. Но восхищаясь, смотря на других, все равно вот это восхищение, что люди так спокойно себя в этом чувствуют. И нет каких-то насмешек, а наоборот, как это весело, это прикольно и наоборот очень здорово. Я очень люблю находиться с молодежью. Я преподаю в медицинской академии. И вот этот формат общения с молодыми, заряженными позитивно, энергетично, мощная такая волна от них идет. И, в принципе, и в себе я чувствую еще силы. И желание есть, поэтому почему бы нет? Почему вы играете? Ну, потому что нравится. Приходишь, играешь, получаешь удовольствие. Как будто, ну, другое измерение, скажем так. Пришел, бум, новая атмосфера, все по-другому, все здорово. И ушел просто с большим количеством позитива. И как заряженный, веселый. И понимать, что, ну, не все потеряно еще у нас. Что у нас еще много светлых эмоций в этом мире осталось. Ну, вообще не хочется жить в формате дом-работа-работа-дом. Хочется себя еще в чем-то испытать, может быть, найти. И вообще, может быть, что-то совершенно поменять. Кто знает, как дальше там будет. Может, это начало чего-то большого и светлого. Вот такие вот ребята, эти свидетели Ковидовы. А теперь задание для вас, дорогие зрители. Отгадайте, какой праздник народов Ханты показывает команда? Хантыский эмоцийский праздник от команды свидетелей Ковидовы. Время! Ага, пошло, пошло, пошло. И что же это за праздник? Ага, ага. Представляете, на этот праздник не пускали даже женщин. Не пускали даже собак. Слушай, ты... Все? Ты готов? Это праздник оленевода? Конечно же, нет! Это неверная версия! Праздник оленевода думал все так просто, а нет! Свои варианты вы можете писать в комментариях к этому выпуску. Самому первому верно ответившему человеку мы подарим приз. А вообще, давайте играть с нами! Мы собираем команду телезрителей. Если хочешь принять участие в программе «Егорские понты», пиши! А я не толстая? Витя! Все нормально? Не толстая? Не толстая? А я? Ну, у меня выбирать конкурс и не приходится. Он у меня один, капитанский. Но мне нравится. Нравится? Конечно. Я когда мог стать Шварценеггером-гориллой? Хорошая игра. Интересная достаточно. Спасибо. Нечего добавить. Вы, может быть, сами что-то хотите сказать, рассказать? Все прививайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok